Руководство Армении в очередной раз нарушило международные законы, показав свое истинное лицо, пишет Калиберас. Как стало известно изданию, 5 мая этого года официальный Ереван все же реализовал доставку бронежилетов из России в Армению. Причем осуществил это при помощи борта номер один, использовав воздушное пространство Грузии. Напомним, что ранее Грузия отказывалась пропускать через свою территорию бронежилеты, предназначенные для Министерства обороны Армении. Так, 1 мая грузинские пограничники не пропустили с территории России грузовики с партией бронежилетов, предназначенных для отправки в Армению. Две фуры с бронежилетами, отправленные 5 марта из Москвы, более месяца находились в нейтральной зоне российско-грузинской границы на КПП Верхний Ларс, где 28 марта грузинские пограничники изъяли у водителей все документы. После более чем месячного простоя на границе, груз был отправлен обратно в Россию. В результате в Армении, по всей видимости, не придумали ничего умнее, чем отправить данный груз, использовав борт номер один, что противоречит и нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации. Как стало известно изданию, 29 апреля самолет Airbus A319-132 с регистрационным номером 701 вылетел из Еревана и доставил исполняющего обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашиняном официальную делегацию в Казань для участия в очередном заседании Межправительственного Совета Евразийского экономического союза. Далее в СМИ была распространена информация о том, что армянская делегация не смогла вылететь из Казани в Ереван из-за выявленной в самолете технической неисправности. В связи с этим было принято решение о ее возвращении на другом самолете. При этом вышеотмеченный борт был оставлен в Казани на ремонт. Из информированных дипломатических источников Калиберас стало известно, что армянская сторона, воспользовавшись сложившей обстановкой в связи с ремонтом борта номер один, по инициативе посольства Армении в Российской Федерации, далее направила его во Владикавказ для погрузки бронежилетов, предназначенных для Министерства обороны Армении и ранее не пропущенных через Грузию в Армению. Согласно информации сервиса fligradar24.com, борт номер один вылетел из Казани лишь 5 мая, сделав при этом краткосрочную посадку в аэропорту Владикавказа. В 13 часов 17 минут самолет приземлился в столице Северной Осетии, откуда, взлетев в 16 часов 46 минут, транзитом через территорию Грузии направился в Ереван, где приземлился в 18 часов 06 минут. Таким образом, армянская сторона в очередной раз под предлогом гуманитарной помощи незаконно доставила в страну продукцию военного назначения, использовав официальный борт правительства, тем самым грубо нарушив все мыслимые законы и нормы, и обойдя при этом запрет грузинских властей. Следует отметить, что это не первый случай такого рода. Так, во время боевых действий в Карабахе 3 октября 2020 года официальным самолетом правительства Армении по маршруту Москва-Ереван также была осуществлена доставка военной продукции через воздушное пространство Грузии. В целях осуществления данной поставки, вице-премьер Армении Мгер Григорян 3 октября совершил однодневный рабочий визит в Москву.